МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На старт! Внимание! Марш! Увлекаешься спортом? Тогда тебе улыбнется спортивная фортуна! Готовь свои фотографии на спортивную тематику и принимай участие в фотоконкурсе Спорт-объектив. Профессионал или любитель? Взрослый или ребенок? Присылай свое фото со 2 по 22 декабря и иди навстречу своей победе! Тебя ждут замечательные призы! Вся подробная информация на сайте ткгород.ру Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, в количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ткгород.ру Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Смотрите сегодня в новостях. Заседание городской думы вновь не состоялось. Мэр Братска опять не сумел собрать кворум. Ситуацию с кризисом представительной власти сегодня прокомментировал сенатор Виталий Шуба. Пора менять полисы. Работники страховых компаний призывают брачан заменить документ обязательного медицинского страхования. Немецкие инновации на сибирской земле. В Вихоревке сегодня открыли обновленное сервисно-локомотивное депо. Европейские стандарты для братских преступников. В Подуне полным ходом идут работы по строительству современного изолятора временного содержания. Константин Климов вновь не смог собрать депутатов для проведения заседания думы. Явилось всего лишь 13 депутатов, при необходимом минимуме 17. На заседании по уважительным причинам отсутствовали Альберт Борозна и Александр Елохин. Причину отсутствия депутата Решата Валитова не озвучили. Напомним, что Дума не может собраться по причине кризиса, который возник из-за проводимой Константином Климовым политики. Дата следующего заседания Думы пока неизвестна. А на ветер. Вот уже три года мэром города Братска является Константин Климов. За время так называемого правления Константин Валерьевич давал много обещаний народу, но не выполнил. Вот лишь несколько примеров. 12 марта 2012 года Константин Климов создал общественный совет при мэре города Братска. Этот общественный орган, по задумке Климова, должен был стать каналом связи общественности с представительной властью. Подразумевалось, что члены этого совета, а их набралось 24 человека, должны сигнализировать власти о городских проблемах и совместно с властью искать пути решения проблем. В общественный совет вошли представители различных предприятий, общественных организаций и коллективов. Совет при мэре собрался 3-4 раза и фактически прекратил свое существование. В самом начале своей мэрской карьеры Константин Климов заявил, что приложит максимум усилий, чтобы снять братский футбольный клуб «Сибиряк» с бюджетного финансирования. Еще три года назад он заявил, что «Сибиряк» висит камнем на дефицитном городском бюджете. Но ситуация не изменилась. Футбольный клуб так и остался на грани жизни и смерти. Зато в отношении экологии мэр занял позицию без участия. Впрочем, поговаривают о лояльности мэра к промышленным группам, действующим на территории Братска. В решении данной проблемы Климов предпочел самоустраниться. Только после бурного негодования брача в ситуацию вмешался губернатор Иркутской области. Он создал в городе природоохранную прокуратуру, которая за полгода сделала в разы больше, чем мэр города за три года. В 2013 году Константин Климов пообещал вернуть прямые выборы мэра. Весь год он проводил многочисленные заседания. Но соответствующие изменения в городской устав так и не были приняты. В 2012 году мэр обещал сократить себе зарплату, а также заработные платы аппарата Думы, чтобы оптимизировать расходы городского бюджета. А расходы на содержание аппарата мэра и Думы только выросли. Мэр набрал сотрудников, да и сам получает огромную по братским меркам зарплату. В 2012 году Константин Климов пообещал уйти в отставку. Пообещал, потому что настало время проводить прямые выборы мэра. В 2013 году о возможной отставке ему на встрече с журналистами намекнул губернатор. Но по традиции Константин Климов не выполнил своего обещания. Опять же, в 2012 году Константин Валерьевич публично сказал о возможном выходе из «Единой России», чего тоже не случилось. Но самым грандиозным обещанием мэра было намерение построить в Братске физкультурно-оздоровительный комплекс. Но не случилось. Деньги на строительство комплекса Климову найти так и не удалось. Особо стоит отметить, что родной избирательный округ, от которого Константин Климов избирался депутатом, расположен в поселке Гидростроитель. Правый берег – это разбитые дороги, заброшенные здания. Но самое главное – это чувство безысходности, с которым живут правобережцы. Жители Гидростроителя несколько раз обращались к мэру с просьбой установить лежачего полицейского или хотя бы знак пешеходного перехода на одной из проезжих дорог поселка. Мэр несколько раз встречался с инициативной группой и заверял, что работа в этом направлении ведется. Шли годы, но пешеходный переход так и не появился. Установить его удалось только после того, как жители правого берега обратились с этой просьбой к лове администрации Елене Гольцворд. Еще одна ситуация сложилась в поселке Сухой, где в средней школе нет благоустроенного теплого туалета. Туалет расположен на улице. Зимой дети вынуждены пользоваться деревянным сараем с дырками в полу. Характерно, что с этой проблемой поселок Сухой живет много лет. И мэру решить ее не удалось. И, скорее всего, не удастся. Илона Жукова, Денис Кораблев, телекомпания «Город». Виталий Шуба, член Совета Федерации от Иркутской области, прибыл в Братск. На встрече с журналистами Виталий Борисович поделился планами на будущее, а также рассказал о проделанной работе российского парламента за два месяца. На осенней сессии депутаты обсудили проект бюджета, который был внесен в Государственную Думу. Определили 43 приоритетных направления. Сам Виталий Шуба внес 23 поправки. Все они были поддержаны коллегами-депутатами. В частности, в федеральном бюджете сейчас предусмотрены деньги на строительство бассейнов при высших учебных заведениях. Возможно, один такой появится и в нашем городе. И сегодня готовится уже проект обращения губернатора Иркутской области в адрес Министерства образования на руководство партии «Единая Россия», чтобы Братский государственный университет был включен в программу строительства бассейнов для высших учебных заведений. Мы понимаем, бассейн, если он будет построен, будет работать не только, или, как сказать, в нем будут заниматься не только студенты, но и жители города Братска. Не исключено, что в будущем начнется и строительство моста через Ангару. Однако для того, чтобы под этот проект были деньги, Братску, по словам сенатора, необходимо участвовать в разного рода федеральных программах. На пресс-конференции не прошли мимо и политические ситуации в городе. На сегодняшний день городская дума не в состоянии принять бюджет Братска на будущий год и изменения в устав, возвращающие прямые выборы мэра. Народные избранники последние несколько недель не могут собрать кворум. Все это вызывает беспокойство, заявил Виталий Шуба. И то, что сейчас происходит в Братской думе, может привести в будущем к крайне плачевным последствиям. Тогда депутаты, те, которые сегодня, как бы де-факто не работают, но де-юре сегодня, еще не лишены депутатских полномочий, должны собраться, избрать нового председателя городской думы. Сегодня в соответствии с уставом прописано, кто будет исполнять обязанности главы администрации, принять прежде всего бюджет, изменения в 2013 год и в 2014 год, затем рассматривать изменения в устав, это обязательно нужно сделать. Виталий Шуба намерен и дальше приезжать в Братск и отслеживать ситуацию в городе. Депутат надеется, что ситуация, которая сложилась в городской думе, будет разрешена без последствий для города. Илона Жукова, Руслан Сидорович, телекомпания «Город». За контрабанду стратегически важного товара предприниматель из Братска предстанет перед судом. Братским следственным отделом на транспорте направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. С целью получения прибыли предприниматель заключил с другими юридическими лицами ложные сделки, которые позволили ей получить лицензии на экспорт стратегически важных ресурсов в виде ценных пород древесины в Китайскую Народную Республику. Неуплаченным таможенным сбором предприниматель нанесла ущерб государству свыше 8 миллионов рублей. Общая сумма ущерба от контрабанды составила более 13 миллионов. На момент расследования уголовного дела предприниматель уже не владела каким-либо имуществом, кроме незначительной суммы денег на лицевом счете. Всем брачанам следует поменять медицинские полисы. В первую очередь это касается тех, кто свой полис получал до мая 2011 года. На выбор каждый гражданин может оформить или пластиковый полис, или бумажный. Вне зависимости от документа человек получит бесплатную медицинскую помощь. По словам специалистов, главный плюс новых медицинских полисов в том, что они не потребуют замены даже при смене места жительства или работы. Получать новый документ придется лишь в случае утери или при смене имени и фамилии. При замене полисов граждане должны, значит, дети, это свидетельство о рождении или паспорт с 14 лет, паспорт одного из родителей и СНИЛС ребенка. Если это взрослый человек, то это паспорт и СНИЛС, пенсионное страховое удостоверение. Также можно получить полис родственнику. Для этого нужен ваш паспорт, паспорт родственника, его СНИЛС и доверенность родственника вам, нотариального заверения она не требует. Отметим, что конкретной даты, до которой граждане России обязаны поменять медицинские полисы, нет. И в будущем году в больницах будут принимать в любом случае. Но и медлить не стоит. По словам специалистов, при выезде за пределы Иркутской области могут возникнуть проблемы на приеме в медучреждениях. Полисы старого образца не внесут в единую федеральную базу данных. Санаторий никак иначе. Так шутят про строящийся изолятор временного содержания в Подуне рабочие. Повод есть. Здание создают по евростандартам. Теперь в камерах будут находиться по 2,4 человека. Всего 89 заключенных. На каждого отведено не менее 4 квадратных метров пространства. Для сравнения, в старых изоляторах эта цифра в два раза меньше. Станут выше и потолки. В новом ИВС их высота 3,5 метра. Еще одна роскошь – предусмотренный туалет и умывальник в каждой камере. В определенные часы заключенных будут выводить на прогулку в специальную прогулочную камеру. Ее сейчас делают на третьем этаже. А работы по строительству самого здания уже практически закончены. За пять месяцев этого года его отстроили на 75 процентов, говорит бригадир Геннадий Якутий. Осталось только сделать четвертый этаж и смотровые вышки. Не меньше внимания уделяют и надворным постройкам. Некоторые объекты уже готовы к использованию. Находится гараж на четыре автомобиля для спецтранспорта. Скорее всего, контрольно-пропускной пункт на въезде, трансформаторная постанция, площадка баскетбольная для персонала, скорее всего, предназначено. Помещение для содержания собак также. Для 12 собак вольеры. Там частично открытое помещение будет. Скоро здесь основательно займутся отделкой. Поставят пластиковые окна, покрасят стены, завезут новую мебель. И если все пойдет по плану, уже 31 октября 2014 года новый изолятор сдадут в эксплуатацию. Влада Анцупова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город». Породнились еще больше. Теперь Иркутская область и Республика Бурятия стали еще ближе друг к другу. На этот раз благодаря инновационному проекту «Локомоушн-2015». Его реализовали на пилотных площадках в локомотивном депо Вихоревке и на локомотиво-вагоноремонтном заводе «Улан-Удэ». Сегодня плоды проекта оценили все участники программы. Хотелось бы от лица коллектива Алексея Валерьевича, Кирилла Валерьевича поблагодарить вас и в вашем лице руководства РЖД, ТМХ за предоставленную нам честь представлять данный проект «Локомоушн», который в переводе звучит и в движении вперед. Депо Вихоревки выбрали не случайно. Оно одно из крупнейших в нашей области. Теперь, благодаря сотрудничеству предприятий Вихоревки и «Улан-Удэ», ремонт локомотивов будет занимать гораздо меньше времени. Для этого руководители проекта полностью изменили концепцию работы. Уже сейчас починка электровоза в депо Вихоревки сократилась в четыре раза с восьми до двух суток. Возможность по столь быстрому ремонту обусловлена именно этим взаимодействием, этой кооперацией. Завод «Улан-Удэнский» призванный обязан обеспечить депо Вихоревка всем необходимым линейным переходным запасом оборудования. Соответственно, депо Вихоревка обязана обеспечить быструю сборку этого оборудования на подходящем локомотиве для ТРТ. Проект масштабный. В него вложили порядка ста миллионов рублей. Однако практически все деньги ушли на завод «Улан-Удэ» и переходной запас оборудования. Технологию, которая добралась до Сибири, уже давно используют за рубежом. Поэтому руководителем проекта стал немец Ханс Шаберт. Эту систему в первый раз попытались внедрить еще в июле этого года. Эксперимент прошел удачно. А сегодня гости мероприятия перерезали красную ленточку в честь ввода в эксплуатацию электровоза «Ермак», который также починили за два дня. Это все потребовало от нас нового подхода. Новый локомотив, новые технологии, примененные при создании локомотива, новая система управления. Уже совершенно другие материалы потребовали, конечно, от нас поиска новых решений для того, чтобы более качественно, более грамотно, более поинженерному обеспечивать техническое обслуживание и ремонт. Кстати, таких электровозов Вихревку в ближайшее время поставят еще 21 штуку. Именно ими хотят постепенно заменить весь старый парк локомотивов. И новые ремонтные технологии сотрудники Братского депо будут практиковать в скором времени на них. А проект «Локомоушн-2015» по замыслу создателей доберется и до других филиалов российских железных дорог. Влада Ансупова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город». На старт! Внимание! Марш! Увлекаешься спортом? Тогда тебе улыбнется спортивная фортуна. Готовь свои фотографии на спортивную тематику и принимай участие в фотоконкурсе «Спорт-объектив». Профессионал или любитель? Взрослый или ребенок? Присылай свое фото со 2 по 22 декабря и иди навстречу своей победе! Тебя ждут замечательные призы! Вся подробная информация на сайте tkgorod.ru Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tkgorod.ru Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Предмет страсти любой женщины – меховая шубка. Где найти самую красивую? Конечно, в меховом салоне «Миледи». 20 лет мы исполняем мечты, 20 лет совершенства и красоты. В меховом салоне «Миледи» здесь сбываются мечты. Время перемен. На правом берегу сейчас рассматривается проект строительства 36 газовых котельных. По словам чиновников, за проектом большое будущее. Газовые котельные недорогие в обслуживании и отвечают всем современным стандартам. Да и в бытовом плане газ гораздо удобнее подавать в дома, чем тепло от электрокотельных, оборудование в которых уже во многом устарело. Это действительно прогресс. И жители права берега, особенно 45 квартала, они на себе испытают, что это такое. Во-первых, экономическая составляющая будет дешевле, экологическая тоже составляющая. И не будет вот этой нервотреб. Эти котельные, они муниципальная собственность. И не будет, что хотел включил или не хотел. Вот к чему это дело ведет. Эти и другие изменения включила в себя схема теплоснабжения, которую представили на публичных слушаниях накануне. Согласно условиям муниципального контракта, схема разработана на период с 2012 до 2027 года. Для этого собирались исходные данные со всех теплоснабжающих сетевых предприятий. Результатом работы стало создание электронной модели существующей ситуации с теплоснабжением в городе. По словам специалистов, данная схема – первая попытка комплексно оценить систему теплоснабжения города. С миру по нитке. Отдел по молодежной политике Братска совместно с молодежным правительством при Ангаре начинают сбор игрушек и книжек для воспитанников детских домов. Те вещи, что хранятся и пылятся у жителей города без надобности, теперь могут стать талисманом для детей. Каждый неравнодушный брачанин может поделиться своей игрушкой или книжкой с детства, с которыми связаны теплые воспоминания. Обязательным приложением к талисману должно стать письмо-рассказ. «Хотелось бы, чтобы люди не просто приносили игрушки или книжки, а прилагали к ним некую историю. То есть о том, что для них значит эта игрушка, где они с ней побывали, что они ей рассказывали, дали ли они имя этой игрушки, ну и также про книжку». Акция продлится до 27 декабря. Приносить игрушки можно в отдел по молодежной политике. Он расположен на Кирово 25-Б и в центральную городскую библиотеку на Рябиково 12. На ёлку к президенту 23 декабря шесть одарённых братских школьников поедут на главный новогодний праздник страны – Кремлёвскую ёлку. За этот год они отличились в области культуры, образования и спорта, в том числе и на международном уровне. Как сообщили в управлении Министерства соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области по Братску, со всей области на Кремлёвскую ёлку попадут 80 детей. Это отличники учёбы, победители Олимпиад, одарённые дети, воспитанники детских домов, а также дети из семей военных, у которых отцы погибли в горячих точках. А 26-го числа ребята с нашего региона окунутся в праздник и встретятся с любимыми сказочными героями. Телекомпания «Город» совместно с городской администрацией и телерадиокомпанией «Братск» продолжают рассказывать о том, чего достигла местная власть за год. Эфир продолжит рубрика «365». Именно столько дней в году без выходных и праздников трудятся те, кто отвечает за стабильную работу всех отраслей. Сегодня расскажем о том, как реализуется программа охрана здоровья детей и подростков. Такой садик один в «Братске» 49-е ДОУ посещают дети-аллергики. Здесь 93 ребенка с атопическим дерматитом, 10 с бронхиальной астмой и около 50 с пищевой аллергией. Во всех группах детского сада гипоаллергенная среда. Перьевые подушки здесь заменены на синтепоновые, шерстяные ковры на синтетические. Каждый час обязательное проветривание и постоянно работающий увлажнитель воздуха. В группах нет штор, мягких игрушек и аквариумов. Всего того, что может привести к аллергическому приступу. А меню в этом садике составляется для каждого ребенка индивидуально. Для родителей выделяется специально выделенная анкета, где они заполняют данные на те продукты, которые ребенок не переносит. И с учетом этих данных составляется меню с удалением этих продуктов из рациона питания. «Чтоб не кашлять и чихать, надо носик растирать». Лечебная физкультура, ингаляция и массаж – все эти оздоровительные комплексы рассчитаны на активизацию различных систем детского организма. Асматиком – упражнения для грудной клетки, аллергиком на мышцы пищеварительной системы. После таких процедур заболеваемость в 49-м саду снизилась на 19%. Аллергические приступы стали случаться реже и протекают легче. Кроме насыщенной оздоровительной работы, все эти дети – участники городской экологической программы. То есть необходимые медикаменты для базисной терапии они получают бесплатно. Каждый согласно рекомендациям врача и своему заболеванию. «В категории детей, часто и длительно болеющих, имеющих другие хронические заболевания, у нас получают препараты, такие как для укрепления иммунитета и повышения резистентности организма, поливитамины. Препарат у нас назначался детям Нормобакт». О здоровье взрослеющего поколения тоже не забывают. В этом году клиника «Дружественная к молодежи», которая занимается охраной репродуктивного здоровья, отметила маленький, но юбилей. Пять лет работают в городе Ариадна. Подростки центр знают, а главное – доверяют и не стесняются делиться деликатными проблемами. В мае этого года Ариадна предстала обновленной. От одного из городообразующих предприятий клиника получила грант – 3 миллиона 700 тысяч рублей. На эти средства провели ремонт и реконструкцию, сделали сенсорную комнату. «В течение 2013 года профилактическая работа, которая является основной для нашей клиники во всех ее проявлениях, профилактическая работа, была значительно более расширена, дополнена, особенно за счет тех новых технических средств, которые появились благодаря реализации гранта». Одним из направлений программы охраны окружающей среды и здоровья населения является улучшение репродуктивного здоровья. В этом году девушки-подростки бесплатно проходили обследование на инфекции, передающиеся половым путем. В итоге удалось выявить заболевание на ранней стадии и своевременно назначить лечение, что, по словам медиков, положительно сказалось на снижении у девушек патологии. Отрадно, что и юноши стали чаще интересоваться своим здоровьем и приходить в клинику. А значит, многих будущих пап и мам ждет здоровое будущее. В этом году сократилось и количество зарегистрированных случаев эндемическим зобом, связанных с йодной недостаточностью. Дети и подростки, у которых выявлен недостаток йода в организме, получают медикаментозные препараты. Положительная динамика есть у астматиков. «На сегодняшний день у нас зарегистрировано детей, состоящих на инвалидности, два ребенка. Если до начала работы программы детей с инвалидностью регистрировалось по 60 в год и более, то в этом году у нас получили положительные результаты». По каждому из пяти направлений работы программы охраны здоровья наблюдается снижение заболеваемости. И по словам специалистов, это главный показатель того, что эти направления выбраны правильно. В следующем году оздоровление детского населения планируется усилить по трем разделам. Профилактика атопического дерматита, оздоровление часто болеющих дошкольников и репродуктивное здоровье. А теперь об охране здоровья детей и подростков в цифрах. По программе охраны окружающей среды и здоровья населения было закуплено препаратов на 4 млн 920 тыс. рублей. В 2013 году по программе оздоровлено 6800 детей. У часто болеющих детей дошкольного возраста заболеваемость болезнями органов дыхания снизилась на 0,6%. В три раза снизилось поступление детей в стационары с обострением бронхиальной астмы. Число стоящих на диспансерном учете детей с атопическим дерматитом снизилось до 297 человек. Наталья Захарова, Андрей Васильев, Владислав Гусев, Сергей Мажитов. Специально для телекомпании «Город». Телекомпания «Город» продолжает обзор значимых событий в жизни Братска в уходящем 2013 году. В каждом выпуске до конца декабря мы будем рассказывать, чем запомнился брачанам тот или иной месяц. Сегодня март. Белый налет на автомобилях. В Вихеровской школе учитель избил ученика. Первые разговоры о закрытии станции Анзеби. Первый день весны вызвал брачан беспокойство. На их автомобилях стал появляться странный парашют белого цвета. Пыль, похожую на известку, брача не заметили и ранее. Однако в марте он покрыл практически все автомобили города. После расследования природоохранной прокуратуры выяснилось, что это были осадки фтора. Такой сюрприз преподнес нам братский алюминиевый завод. 18 марта в дежурную часть сообщили о покушении на убийство. Два молодых человека напали на девушку в ее же квартире. Они нанесли ей несколько ножевых ранений и похитили имущество. Как выяснилось позже, жертву молодые люди заприметили в социальной сети. Девушка выставила фотографии с крупной суммой денег в руках. Это и послужило поводом для нападения. Уже через сутки преступников задержали на автостанции. На одном из уроков музыки преподавателю Вихеровской школы Сергею Степанову не понравилось, что его ученик разговаривал во время занятий. Он несколько раз пнул его по спине, схватил, зашиврил, шевернул на стуле. В результате чего ребенок получил сотрясение головного мозга, ссадина, синяки на горле и голове. Правоохранительные органы признали Сергея Степанова виноном и выписали ему штраф 5000 рублей. Один из дворов по улице воинов-интернационалистов сотрясла череда выстрелов. В цыганской разборке пострадало два человека. С огнестрельными ранами головы и груди их поместили в ГБ номер 2. Одному понадобилась серьезная операция, другого положили в травматологию, откуда он сбежал. В марте появились слухи о закрытии станции Анзюби для поездов дальнего следования. С инициативой к местным властям обратилась Восточно-Сибирская железная дорога. В будущем главный железнодорожный вокзал Братска должна стать реконструированная станция под Дунские пороги. Но пока в Анзюби продолжают останавливаться пассажирские поезда, вопрос о закрытии отложили до 2014 года. Однорукие бандиты пошли под пресс. Сотрудники полиции уничтожили 86 игровых автоматов, которые изъяли из нелегального оборота на территории города. Уничтожение аппаратов проходило на полигоне одного из предприятий, занимающихся переработкой металлолома. В городской больнице номер 2 прошел мастер-класс для хирургов. Специалисты из Иркутска провели лепоскопическую операцию по удалению грыжи. Особенность в том, что все действия врач выполнял глядя на монитор. В тело пациента через небольшие разрезы вводят специальные манипуляторы, которыми хирург производит грыжесечение. Жители правого берега жаловались на выбросы. По их словам, из-за нового металлургического производства, компания промышленная металлургия у многих резко ухудшила здоровье. Жители предполагали, что в бывших цитях септепломаша по ночам плавят кремний. Однако руководство завода это отрицало, а местные власти не нашли превышения в атмосфере вредных веществ. Массовая лыжная гонка «Братская лыжня» впервые прошла в центральном округе. Для того, чтобы сделать трассы для лыжников на льду Курчатовского залива, дорожники трудились полторы недели. Участие в мероприятии приняли полторы тысячи человек. Брачанин Владимир Краснов стал серебряным призером чемпионата Европы по лёгкой атлетике, проходившим в швейцарском Гётиборге. Наш легкий атлет выступал на последнем этапе эстафеты 4 по 400 метров. Чуть более секунды наши ребята уступили спортсменам из Великобритании. В середине марта по улице Приморской энтузиасты решили создать мини-скавадром. Сооружение должно было быть выполнено в виде упавшего метеорита и его осколков. Впрочем, пока проект остаётся только на бумаге. На его реализацию нет денег. Со скольки лет вы начали работать? С шестнадцати. А расскажите, кем? Ну так получилось, что я работал в дальневосточной студии телевидения, в дальтелефильме. Так получилось, что был директором фильма, снимаемого по тем временам. Фильм назывался «Край рыбацкий», это о приморье и о жизни рыбаков и так далее. А расскажите, кем? Я работала в сберкассе. Раньше это называлось сберкасса. Работала оператором. Что делали там в 19 лет? Ох, деньги. Забирала, выдавала. Вы работаете где-нибудь? Нет. Учимся. И не подрабатывали никогда? Ну, подрабатывал. Расскажите, где, кем? Продавцом-консультантом в Глорию Джинс на Кирово. В семнадцати. Расскажите, кем? Ну, я работала на БУФПК, потом уволилась. А кем работали? Электриком. Электриком? Не женская работа. Ну, двигатели перематывали просто. А в дальнейшем продолжили по этой деятельности работать? Нет, потом вот, деятельность. С тринадцати. А кем работали? Что делали? Грузчиком. Тяжело же, наверное, тринадцатилетним? Ну, не, нормально. А что грузили? А все. Например? Мишки с крупой, с рисом. Со скольки лет вы начали трудовую деятельность? В двадцати. А кем работали? Расскажите. Ну, какая разница? Сейчас, секунду. В садике? Младший воспитатель. Я до армии, значит, с семнадцати лет. Расскажите, кем, чем занимались, что делали? Ну, перед армией, как, слесарить, влез в промхоз, ну, и все. А потом в армии, и после армии уже учеба, технику, и дальше пошло. С восемнадцати. А расскажите, кем? Сварщиком. Сварщиком? Интересно. Не женская работа совсем? Бывает. Что заставило работать сварщиком? Просто интересно. А вы учились на это? Да. А впоследствии продолжаете работать? Да, до сих пор. Чем занимались, что делали? Физический труд, деньги зарабатывал. На крепительном заводе работал. А кем? Укладчик-упаковщик. Я очень рано начала работать вообще, если честно. Что заставило? Ну, семья большая была у нас. Вы им помогали? Нет, я себе помогала. Просто охота была одеваться красивой, жить как так. Расскажите, кем вы работали? Ну, помощником-воспитателем в детском саду работала. Продавцом работала. С восемнадцати. А расскажите, кем вы работали? Электриком. Электриком? Я учился, как раз первая производственная практика была. От восемнадцать лет начал трудовую деятельность. С двадцати. А расскажите, кем? Продавцом. Что продавали? Печенье. Вкусные? Да, на рынке. А сейчас чем занимаетесь? Сейчас без работы пока. А продавцом не хотите печенье устроить снова? Хотим, но пока не получается. Шестнадцать. А расскажите, кем работали? Работали на улице дороги. Монтером по теме. Скажите, пожалуйста, скольки лет вы начали трудовую деятельность? Ну, после школы. Буквально после школы. Это сколько вам было? Пятнадцать? Шестнадцать лет. А чем занимались? Ну, как обычно, молодежь с торговли начинает. Самостоятельности хотелось, своих денег хотелось, чтобы эти расходы были, ну, не зависели ни от кого. Работал когда-нибудь? Да. Расскажи, кем? Официантом. Сколько тебе лет было в тот момент? Шестнадцать. Так, а сейчас чем занимаешься? Пытаюсь выиграть конкурс БСТ на роль ведущего. Ну, наверное, со семнадцати. А расскажите, кем работали? Ну, выучилась на продавца, работала продавцом, потом ушла в столовую работать, в буфет. С семнадцати. Расскажите, чем занимались? Училась на портного, потом, ну, работала в ателье, потом на шейной фабрике, ну, в торговлю ушла. Шить хорошо умеете, да? А уже не очень давно сейчас не работаю. Вы работаете? Ну, нет, я учусь. А вы подрабатывали где-нибудь когда-нибудь? Да, подрабатывала летом в лагере детском. Чем занимались там? Разнорабочие. С семнадцати официально. А расскажите, кем? На почте, почтелен третьего класса на выемке. А вот вы сказали официально, а не официально со скольки тогда? С шестнадцати. Чем занимались? Расклеивали объявления. Нравилось? Нет, не особо. Но деньги приносило, да? Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, скольки лет вы начали работать? Я? Я вообще никогда не работал. Нужно вам ехать с утра на работу? Хотите с друзьями махнуть на охоту? Такси бизнес-класса для встречи гостей? Машины имеются разных мастей. И груз отвезти и солидных клиентов. Наш номер подходит для разных моментов. Служба заказа такси Максим. Двадцать два. Двадцать два. Двадцать два. Магазин «Эконом мебель» предлагает кухни от двенадцати тысяч рублей, комоды от четырех, шкафы от шести, компьютерные столы от трех, диваны от восьми тысяч рублей, а также детская мебель и многое другое. Действует кредит и рассрочка платежа. Это твой шанс. Не пропусти. Магазин «Эконом мебель». Очень низкие цены. Улица Сосновая 6, Лермонтова 8, оптово-розничный центр «Русич» на вокзальной. Как дешевле съездить в Иркутск и обратно? Самолетом? Поездом? Автобусом? Дешевле не ехать вовсе. Если нужно что-то привезти из Иркутска, то просто скажите нам, где это забрать. И уже завтра утром груз будет у вас. Это точно дешевле. И ехать никуда не надо. Транспортная компания «Ночной экспресс». Привезем из Иркутска все, что скажете за одну ночь. Внимание! Японские подгузники и бытовая химия по самым низким ценам в Братске. Настоящее японское качество для всей семьи. Оптово-розничный склад по улице Малышева, 24. Телефон 488-178. Поселок «Энергетик», торговый центр «Инва», второй этаж. Оптовикам предусмотрены скидки. Распродажа технологического оборудования для ресторанов, баров и кафе. Водонагреватели, мясорубки, слайсеры и другое оборудование. Компания «Бизнес-проект». Поселок Подун, улица 25-летие БГС, дом 35А, офис 10. Телефон 482527. По сообщению синоптиков, в субботу в Братске переменная облачность возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 11, минус 10, днем минус 10, минус 8 градусов. По сообщению синоптиков, воскресенье в Братске облачно, временами снег. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 7, минус 4, днем минус 4, минус 3 градуса. По сообщению синоптиков, в понедельник в Братске ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 17, минус 16, днем минус 16, минус 15 градусов. На старт! Внимание! Марш! Увлекаешься спортом? Тогда тебе улыбнется спортивная фортуна. Готовь свои фотографии на спортивную тематику и принимай участие в фотоконкурсе «Спорт-объектив». Профессионал или любитель? Взрослый или ребенок? Присылай свое фото со 2 по 22 декабря и иди навстречу своей победе! Тебя ждут замечательные призы! Вся подробная информация на сайте tekagora.ru Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tekagora.ru Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Предмет страсти любой женщины – меховая шубка. Где найти самую красивую? Конечно, в меховом салоне «Миледи». 20 лет мы исполняем мечты, 20 лет совершенства и красоты. В меховой салоне «Миледи» здесь сбываются мечты. Миледи «Миледи» В меховом салоне «Миледи» Редактор субтитров А.Семкин